Хаванагил Сразу вам хочу рассказать, что Игорь Гурский выкладывал на своем сайте и у нас в паблике ВКонтакте урок, как играть восточную музыку, и мы как раз сегодня будем использовать восточный лад для игры Хаванагилы, поэтому я вам очень рекомендую посмотреть у Игоря на сайте урок, посвященный восточной музыке. Я под видео потом выложу ссылку, обязательно посмотрите, но я вам кратенько перескажу. Самое главное то, что восточную музыку на губной гармошке очень удобно играть в пятой позиции, то есть на до гармошке это будет получаться ми. Играется от пятого отверстия на выдох, то есть от ми и с понижением шестой дырки с бендом. Лад будет выглядеть вот так. Ну и те же самые ноты можно сыграть на октаву ниже, там будут бенды на втором отверстии и два бенда на третьем отверстии на полтора тонны и на тон. Те же самые ноты на октаву ниже. Вот. Ну и можно сыграть полностью весь лад от ми на второй дырке до ми на восьмой. Смотрите. Ну и я, брат. Вот. Что интересно еще, в мелодии встретится такая фишка, там я играю форшлаг, играется трель на бендах. То есть бенд на третьей дырке и бенд на второй. Самый глубокий, опускаете горло как можно ниже и делаете трель. Звучит это вот так. И то же самое играется наверху, только там в одном случае будет бенд на шестом, а на пятом будет чистая нота. Ничто не меняется, горло не отпускаете. Пятая нота, там бенд намного мельче, поэтому в той же самом положении горла, как на шестом бенд, на пятом звучит чистая нота. Вот. Такой прием, он очень красиво звучит в этой мелодии. И вообще, я хотел сказать, что одна из немногих мелодий, где бендовые ноты звучат очень в тему, ну, кроме блюза, конечно. А здесь прямо они такой колорит дают, прямо чувствуют, что это восточная музыка. Ну, в общем-то, все. Я нашел на X-40 минусовочку. Если вы погуглите, то там на X-40 будет очень много минусов. Вот смотрите, там прямо какое-то огромное их количество. Ну, я выбрал один. Я ссылочку на него, опять же, выложу у себя под видео. Если будете под него играть, на до гармошки будет получаться, если его поднять на два полутона в плюс, то есть наверху. Это будет ми. Так оно звучит в рэ. И из всех минусов я выбрал такой прикольный минус. Там в середине вставка вместе с Хаванагилой сыгранной еще Шалом Малейхом. Вот. Играть я ее буду. Она тоже звучит, соответственно, в ми-моторе. Но мне удобнее ее было сыграть в четвертой позиции на соль гармошки. То есть до гармошки там появляется аувербент. Я просто, чтобы его не делать, просто поменяю гармошку. Ну, мне так удобнее. А вы смотрите сами, как вам играть. Табы будут, соответственно, для соль гармошки, для четвертой позиции, тоже будет тональный сми. То есть на ре гармошке тональный сми будет пятая позиция тоника. Пять выдох. А на соль гармошки тоника будет шесть вдох. То есть одна и та же тональность на разных гармошках играется в разных позициях. Собственно, в этом как раз-таки смысл позиции. Ну что, начинаем играть. Собственно, в этом как раз-таки смысл позиции. 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 Ну, в общем-то, рассказывать больше нечего. Все я вам рассказал. Мелодия красивая. Ссылки я все выложу. На этом прощаюсь. До новых встреч. Пока. Спасибо за просмотр. И подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До скорого. Пока.